павильончик посвященный транспорту я стою перед подводной лодкой эта подводная лодка называется энрика тотти это человек который ее изобрел и здесь написано что надо потребовала от италии чтобы италия произвела какую-нибудь подводную лодку чтобы противостоять советским ядерным субмарином средиземном море а вот и тогда создали эту лодку потому что тогда берега сицилии могли спать спокойно таких лодок 3 а вот как это лодочка выглядит у нее есть близняшки две сестрички этот голубой фундамент который может выдержать ее тяжесть строим муж моники анджело а вот так эту подводную лодку итальянскую спускали на воду а вот так ее везли к воде а вот они вспоминают нашего горбачева разрядку все посвящено советскому союзу выход в космос баталии с американцами вот такая длинная долинная стена база была расположена в сицилии и когда она отслужила то вот так вот по морю ее сюда доставили потом по реке сюда вот здесь уже транспортом большими такими грузовозами поснимали все знаки которые были указательные провода чтобы ее доставить сюда вот и теперь она красавица здесь стоит в музее как вы думаете кто произвел этот самолетик никогда не догадаетесь завод фиат вот а это целый ангар посвящен аэронавтики лодкам и всему военному это нос одной из лодок насколько я понимаю старинных судно называлась полярная звезда здесь нужно посмотреть как она выглядела натуре 1899 год самый конец 1926 века но здесь представлены парусники вот какой огромный корабль сюда затащили специально для него сделали выемку в крыше 1921 год вот как этот корабль выглядел на море можно заглянуть за борт и представить что ты находишься на этом корабле фанарь фанарь а лодочки но вот через эту дверцу можно было спуститься в трюм капитанский мостик теперь понятно почему это называют именно мостиком потому что он на возвышении вот это нижняя часть корабля невидимая под водой вот отсюда на корабль входили а вот через эти дверцы можно было спуститься в трюм а здесь показано как устанавливались пушки в корабле вот ядра лежат через эти отверстия они стреляли ядра различные мины а вот так вот это выглядит снаружи вот так этот корабль выглядит сверху а вот еще какая большая пушечка была а в центре зала установлен корабль который еще больше вот он наверху здесь огромная статуя Ники ее оригинал находится в Лувре а здесь реплика копия вот это огромный лайнер в разрезе поэтому можно зайти и представить как он выглядит внутри здесь огромная панорамная витрина в которой можно рассмотреть этот лайнер комнаты Biancomano в деталях вот он какой красавец вот так вот выглядят крупные иллюминаторы а вот их вид снаружи вот это катамаран 22 метра он принимал участие в кубке Луи Виттон и выиграл первое место а вот такие фигурки были хранителями кораблей их прикрепляли на корму обычно это были какие-то святые святая Джулия например а иногда даже и попугай а это наверное Афина Паллада судя по шлему именно такой у нее был вот боковой вид корабля а это уже разные торпеды насколько я понимаю пушки корабельные поднимаемся на второй этаж по таким пологим ступенькам чтобы легче было ходить на втором этаже это самолеты вот такой вот есть старенький это колеса такие вот огромные вот он какой многоуровневый красавец R6 он мог приземляться на воду двигатели показаны самолетов по такому у нас розыск лобсти какие большие вертолетик Ну, вот так выглядит катамаран сверху. Луна Росса. Красная луна. Но это часть лайнера пассажирского сверху. С верхней палубы спускались, и вот прогуливались по другим палубам. Вот такой здесь еще красавец, похожий на стариказу есть. Разные винты. Субтитры создавал DimaTorzok. Покажировали. Компания. Продолжение следует... Вот так мужчины заглядывали за забор на летное поле, куда приземлялись самолеты. Ну а в этом ангаре, как вы догадались, уже железнодорожный транспорт. Вот такие вот здесь паровозики, тепловозики, исторические локомотивы. Продолжение следует... Выглядело, конечно, это для людей тех времен устрашающе. Прямо скажем, железные кони в земле ходили. А начиналось все вот с таких вот тележек. Услышение... Железнодорожные лопаты. Локомотивы, а в опоре... В опоре, я думаю, что это тепловоз на пару, который работает. А вот так, видимо, сюда загружались дрова. И в Италии, и во всем мире все было похоже. Эрнесто Бредо. А это Омнибус. Такой вот был в городе Кавали. Трамвайчик. Который возили лошади. И с помощью вот этого рычага управляли им. Колесики были маленькие. И, конечно, можно было вскочить на подножку, если опаздываешь. А вот было так, что внутренняя часть была закрыта в самом вагоне. Так вот прицеплялись в вагончики. Вагоны тоже выглядели по-другому. Вот так вот открывались дверцы. Вот и такими еще паровозы были. Вот он. А вот этот поезд и вагончик ехал на север Милана. Вот он какой был. Этот паровозик его вез.